МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В четверг север страны будет находиться под опекой относительно солнечного и сухого гребня антициклона. Однако по периферии этой зоны скользнет фронтальный раздел. Для жителей ряда самых северных районов это означает уплотнение облачности и незначительные очаговые дожди. Температурный режим, тем не менее, соответствует своей климатической норме. Куксчета еще открыт солнцу существенных осадков не ожидается плюс 17. Теплее на пару градусов в Кустанае. А вот Петропавловск и станет центром плохой погоды. Дождь 17 выше ноля. Запад страны окажется во власти ненастного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Центр этого вихря будет раскручиваться над Уральском, где ожидается наибольшее количество осадков. При этом северо-западные порывистые ветры закачают более свежий воздух и температура станет намного ниже положенного по климату. Ак-Тубе еще хранит былое тепло плюс 21, но водная пелена накроет город. В Уральске всего 10 выше нуля, осадки. В Атрау-Яхта влажная 16 со знаком плюс. Большинство районов юга республики останутся в зоне комфортной погоды. Это связано с господством малооблачного антициклона. Он обеспечивает мощный приток солнечного тепла. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Кое-где по югу звучит эхо уходящей фронтальной системы. Выглядит это как небольшие короткие дожди. Казуарда в числе счастливчиков здесь ясно и сухо. Воздух прогреется до летних 27 тепла. В Шемкенте разразится настоящая весенняя гроза плюс 23. Тарас ожидает дождь и 22 выше нуля. В Талдыкургане солнце дарит свои лучи 23 со знаком плюс. Идеальная весенняя погода. Но следует напомнить любителям горных прогулок об опасностях этого сезона. Живописные ущелья Алматинской области грозят смертоносными лавинами. За эти дни зарегистрированы сходы нескольких лавин и есть человеческие жертвы. Будьте осторожны. На востоке государства состояние атмосферы обусловлено устойчивыми позициями антициклона. Оно по-прежнему будет стабильным. Жители региона ждет еще один весенний погожий денек. Температурный фон при этом на 3-4 градуса теплее нормы апреля. В Усть-Каменогорске без осадков 21 на солнце. Этот город-парк расцветает на глазах. Такие же показатели и в семье. Повода радуются солнечному дню 20 выше нуля. Центральный Казахстан останется под активным антициклональным воздействием. Нисходящие воздушные потоки станут надежным барьером облакам, у которых в целях только одно – испортить погоду. Не удастся. Среднесуточная температура воздуха снова немного превысит многолетние показатели середины весны. В Жасказгане осадков не ожидается. В Карагане воздух прогреется до 17 тепла, сухо. Эта погода на руку жителям региона. В эти дни Карагандинская область находится в пиковой фазе паводкового периода. По сообщению Акимата области, объем паводковых вод аналогичен 2015 году. Стихия разгулялась в семи районах области. Наиболее сложная ситуация в трех из них. Алматы наслаждается солнечным днем без осадков. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 21. Байтирек в центре столицы сияет на солнце. Здесь также ничто не предвещает дождя. Ветер в восточной четверти около 6 метров в секунду. Ночью на термометрах плюс 5, днем плюс 20. Весной одно из самых частых атмосферных явлений – гроза. Энергия, которая приводит в действие грозу, заключена в скрытой теплоте, которая высвобождается, когда водяной пар превращается в облачные капли. Высвобождающаяся скрытая тепловая энергия частично преобразуется в кинетическую энергию восходящего потока. Грубая оценка общей энергии грозы может быть сделана на основе общего количества осадков. Типичной является энергия порядка 100 миллионов киловатт-часов, что по приблизительной оценке равно ядерному заряду в 20 килотонн. Пусть в нашей жизни будет как можно меньше гроз. Это была метеорологическая служба телеканала «Хабар-24». Хорошей погоды!